В Steam больше не купить игры, проблемы с покупкой комплектующей и подробности новых видеокарт от Nvidia. Вы на канале Интерлинк и это вроде новости. И на данный момент курс эфира у нас составляет 2911 долларов, курс биткоина 43 418 долларов, а цена на RTX 3070 составляет 129 тысяч рублей и это снова выше чем в прошлом выпуске. Начну сегодня про ситуацию с комплектующим, мы в одном из отдельных роликов ее разбирали. Вроде сейчас купить их можно, но по завышенной цене. И из прошлого ролика, если вы не смотрели, скажу вам просто вкратце, да? Самый выгодный магазин сейчас для покупки у нас остается это DNS, ну и в принципе все, либо AliExpress. Два варианта, где можно купить комплектующие. Начнем с первой новости, которая пришла мне буквально сегодня утром. В Steam больше нельзя покупать игры Valve, отключены все способы оплаты для геймеров из России. И, к сожалению, да, вот и санкции, ну даже не санкции, а запреты, дошли именно до мира геймеров, к сожалению. То есть теперь вы, во-первых, с чего началась проблема, то что сначала люди просто не могли пополнить счет. Ты не мог закинуть деньги на свой Steam через любые карты. И сейчас ты не можешь купить игры, к сожалению, не можешь купить игры, да, в Steam. Но, но, единственное пополнение, которое на данный момент, на момент записи этого видео работает через PayPal, можно спокойно пополнять. Следующая новость, тоже не из приятных, это Computer Universe больше не доставляет посылки в Россию. Да, я уже об этом говорил и делал об этом отдельный пост. В общем, ситуация такая, то что у нас хорошим выходом был это Computer Universe. А там цены были, я сейчас на данный момент, если на сайт зайти, они там остаются адекватные. То есть не такие высокие, как в тех же самых DNS, Citilink, даже на AliExpress и так далее. Они были очень и очень выгодными. То есть практически они не изменились. Там небольшой прирост был только из-за того, что курс евро, он вырос. И только из-за этого, из-за этой разницы цены там выросли. В остальном же плане там цены были очень выгодны и очень приятны. Всем, кто успел там заказать, большой респект, вам повезло. Это очень круто. Я, к сожалению, не успел этого сделать, да. Но теперь, на данный момент, они поставки в Россию приостановили. И это очень печально, потому что это была реально единственная надежда. Теперь у нас этой возможности нет. Но ничего, думаю, в будущем, через какое-то время, все должно уже стабилизироваться. И будет работать Computer Universe, будут адекватные цены и так далее. Ну, посмотрим. Сейчас я вам все-таки буду продолжать советовать это. Не рваться в магазины, не покупать ПК как можно скорее, как можно быстрее и так далее. Потому что, ну, ситуация как в 2008-2014 повторяется. Цены сначала взлетают просто до небес. И потому что паника, люди не понимают, что делать. Они скупают все подряд, даже за оверпрайс. А потом, через какое-то время, да, цены не вернутся до прежних, это факт. Но при этом они стабилизируются не такие, ну, не такие огромные и настолько неадекватные. Поэтому мой совет лично подождите. Ну, решать итог. Ну, что делать, это только вам. Следующая новость, которая нас с вами не особо касается. Это то, что GTX 1060 теперь стоит 187 долларов в среднем, а RTX 2060 437 долларов. В общем, за пару месяцев США все видеокарты в среднем упали на 30%. То есть, по всему миру, что в Европе, что в США, на вторички цены просто падают. В среднем они упали, вот, как говорят источники, это на 10-35%, если быть точнее, на разные модели упали цены. Это в Европе. К сожалению, к нам это никак не относится. У нас они не то, что не упали, они у нас выросли. Но это значит, что, в принципе, общая тенденция когда-то, когда-нибудь и должна прийти в Россию. Будем этого ждать. И недавно была информация о том, что NVIDIA взломали хакеры. И вот, что они предлагают купить, что они нарыли у NVIDIA. Они продают информацию об обходе ограничителя майнинга в видеокартах RTX 30 серии LHR 2. То есть, смотрите, какие-то хакеры, образно, да, взяли и взломали сайт NVIDIA. Вообще, по информации, они там натырили информацию на 1 терабайт. Представьте то, что 1 терабайт информации, ну, насколько это огромный объем. Потому что, ну, те же самые Word-овские, там, Excel-овские документы, они не так сильно весят. Там целый 1 терабайт. И на самом деле это огромное, колоссальное просто куча всяких документов и файлов. А, так вот, они потихонечку-потихонечку все это публикуют, сливают в сеть и так далее. Следующая новость у нас также будет из того, что они узнали. Так вот, сейчас они за миллион долларов, вы можете купить как раз-таки обход ограничителя майнера. Кто-нибудь это купит или нет, не знаем. Возможно, какие-то майнеры, то есть, у нас есть программа для майнинга, да, это какие-то, я знаю, T-Rex, LoLMiner, там, и так далее, и другие какие-то подобные. Так вот, если кто-то из их разработчиков купит эту штуку, да, именно этот код, чтобы убрать ограничитель майнинга, тогда все перейдут на этот майнер. И видеокарты с LHR будут стоить дороже. Понятное дело, потому что они будут приносить намного-намного больше. Это логично. Насколько это правдивая информация, ну, никто не знает. Пока кто-то не купит за 1 миллион долларов, никто этого не узнает. Кто-то будет рисковать такой суммой? Также вопрос. И вдобавок к прошлой новости. Хакеры раскрыли параметры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 серии. Таким образом, мы получаем то, что у GeForce RTX 4090 у нас будет 18432 ядра CUDA и 7680 ядер CUDA у GeForce RTX 4070. Ну, вообще, релиз вроде как должен состояться в сентябре. Мне очень интересно посмотреть, потому что, как говорят, они будут потреблять чуть ли не киловатт. И, на самом деле, какие блоки питания тогда нужно покупать и сколько это все будет стоить. Очень интересно. Но эта информация, то, что они представили, она правдивая. Здесь я еще вам предоставлю табличку с разными моделями, то есть разные чипы. Кто сколько, какой объем CUDA ядер будет иметь. Но самое интересное, то, что NVIDIA подтвердила то, что их действительно взломали хакер. То есть это действительно реально подтвержденная информация о том, что их взломали. И где-то с вероятностью 90% эта информация достоверная. Поэтому ждем просто официального анонса. Снова по прекращению продаж. Apple прекратила продажи iPhone, MacBook и другой техники в России. Да, к сожалению, сейчас у нас все ресторы на данный момент, в момент записи этого видео, полностью закрыты. Из продаж в CD-Link в DNS также пропали айфоны. Но где они продаются? Они продаются просто по бешеной цене. Ну реально, там за iPhone 13 Pro Max что-то по 250 тысяч рублей просит. Ну это на самом деле жесть. И следующий к этой же новости. Официально Apple представит свои новинки 8 марта. То есть 8 марта у нас будет презентация от Apple. Ждем самый дешевый iPhone в истории. То есть это у нас какая-то SE должна быть. А также новый MacBook Pro на платформе M2. Я опубликовал эту новость у себя на YouTube канале. Вкладки сообщества, да, текстовый вид. И также в группе ВКонтакте. Ну еще и в Телеграме. Кстати, подписывайтесь везде по ссылке в описании. Мало ли что случится с YouTube в будущем. Так вот, многие там написали о том, что ха-ха, а зачем? Мягко говоря, да. Зачем нам это надо? И для чего нам вообще такая новость? Ну нам все равно. Это я прям зацензурил все выражения, которые там были. Так вот, объясню. Apple как бы они ушли ненадолго. Они в какой-то момент времени все равно вот эта вся продукция Apple и так далее. И других компаний она вернется. Apple продают даже в Китае. То есть они договорились как-то с Китаем. И у них там работают сервисы Apple в Китае. Поверьте, это очень и очень тяжело. То есть при том режиме, который там находится, они смогли это сделать. И они, думаю, также договорятся из России. Придумают что-то такое, что можно будет. Ну и плюс, скорее всего, скорее всего, они сейчас все прекращают. Это именно за политики и за цен, да. То, что непонятно, что куда пойдет. Куда пойдет рубль, доллар, там вверх, вниз, назад, вперед. Вот, никто этого не знает. Поэтому это все равно будет в любом случае. Это интересная новость. Я буду смотреть 8 марта презентацию. Потому что в будущем эти же продукты, они в любом случае когда-то должны попасть на полки наших с вами магазинов. А теперь перейдем к компании AMD. Уникальный Ryzen 7 5800X 3D уже готов к старту продаж. В общем, появилась информация о том, что Ryzen 7 5800X 3D в этом месяце уже появится на полках магазинов. Но, к сожалению, в России неизвестно, когда мы его увидим. На самом деле, процессор очень интересный. Смысл ли есть обновления? Да, я думаю, не особо. Если у вас, допустим, тот же, как у меня, у меня Ryzen 7 5800X стоит просто, да, обновлять, ну, на 5800X 3D, ну, я честно не вижу в этом смысла. Если обновляться уже там на Ryzen 9 и так далее, в этом больше смысла, чем в данном апдейте. Но для новых пользователей, для тех, кто еще там, допустим, не перешел на AMD, либо на каком-то старом поколении, разница между Ryzen 7 5800X и 5800X 3D, ну, уже там, ну, в принципе, неплохая. Нужно смотреть реальных тестов после продаж, посмотрим реальные тесты и убедимся, что он действительно будет производительнее и мощнее. Для тех, да, выбор уже будет очевиден, просто возьмут и 5800X 3D. И этот процессор помогает также немного продлить именно сокета AM4, так как мы знаем то, что следующее поколение уже будет на AM5 сокете, а сокета AM4 уже практически доживает свое. Поэтому, в принципе, удача с продажами, ну, неизвестно, когда появится в России, к сожалению, так. На этом с новостями все, теперь поговорим про канал, идем к 40 тысячам подписчиков. Большое вам всем спасибо, кто подписываетесь, рекомендуете друзьям и так далее. Из минусов, то, что из-за данной ситуации, что у нас сейчас происходит, какие минусы я почувствовал на себе огромные. Первое, это то, что рекламодатели постоянные, они заморозили все, то есть все рекламные там контракты и так далее отказываются на данный момент, пока не будет ясна ситуация. И уменьшение дохода с партнерки. Доход с партнерки, то, что вот у вас реклама в начале ролика вылазит, да, либо там маленькой плашкой, реально идет падение. К сожалению, как-то так. Но ничего, я думаю, справимся, с голоду не помрем. А на этом все. Всем спасибо за просмотр с вас. Как всегда, лайк, подписка на канал и комментарий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok